Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Черкесской и абазинской филологии Карачаево-Черкесского государственного университета имени Алиева Пазов Сергей Умарович. Ответственный секретарь Ариапага, старший методист Центра дополнительного образования детей Байрамкулова Люаза Юсуфовна. АПЛОДИСМЕНТЫ Секретарь Ариапага, заместитель директора Центра дополнительного образования детей Зайцева Наталья Викторовна. АПЛОДИСМЕНТЫ ГЛОВА АЛИНА ГОРОД ЧЕРКЕСК АПЛОДИСМЕНТЫ Нагайлиев Алан Аул Кумыш. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А также агонисты и теоретики, прошедшие в полуфинал. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемые участники, вам дается 2 минуты для того, чтобы вы исправили ошибки в тексте. Максимальная оценка 10 баллов. Приступаем к работе. АПЛОДИСМЕНТЫ Время. Подпишите, пожалуйста, свои задания, сдайте мне. АПЛОДИСМЕНТЫ Ева, две ошибки. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Прям новые слова придумывают. Так, Алина Глува, 5 ошибок. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Алан, подойдите. Как вы исправили вот здесь? Я сначала, ну, после съемки, потом убрал и три. Здесь? Здесь. Угу. АПЛОДИСМЕНТЫ Четыре ошибки, Алан. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Внимание на экран. Привередливый. Навигация. Интеллигентный 2Л. Религия. Навождение. Не нововождение. Новое слово придумали. Навождение. Директива. Комплимент. Милиционер с однимцей пишется. Испокон веков. Кроссовки, сгущенка. Переходим к конкурсу красноречия. Вы получили тему. У философов и детей есть одна благородная черта. Они не придают значения никаким различиям между людьми. Ни социальным, ни умственным, ни внешним. Аркадий Тимофеевич Аверченко. Русский писатель. У каждого из вас 40 секунд для того, чтобы высказаться по этой теме. Максимальная оценка 5 баллов. И мы начинаем с вас, Ева. Здравствуйте, уважаемый Ариапарк и участники. Я согласна с высказыванием Аркадия Аверченко. Дети являются теми, кто еще не познал жизнь. Они доверчивы и наивны. Именно из-за этого детского простодушия они не считают важным придавать смысл отличиям между людьми. Для них все равны. К сожалению, со временем эта простодушия исчезает под влиянием окружения или в результате их личного опыта. Все. Благодарю за внимание. Спасибо, Ева. Алина, прошу вас. Здравствуйте, уважаемые жюри и участники. Я полностью согласна с высказыванием Аверченко, так как философы и дети смотрят на других иначе, в отличие от обычных людей. Мы можем встретить какого-то, может быть, невероятно красивого человека, или он будет красноречив, но внутри этот человек может оказаться гнилым или ужасным. Не стоит обсудить человека лишь только по первому впечатлению. Как пример можно привести главного героя рассказа Лермонтова, герой нашего времени, Печорина. Он являлся привлекательным человеком, его внешние показатели были замечательны. Могу я договорить? Договорить можете, но оцениваем за 40 секунд. Да. Он был невероятно привлекательным человеком, но внутри не являлся хорошим. Думаю, Аверченко хотел сказать, что не стоит судить человека по первому впечатлению, так как книгу не судят по обложке. Спасибо за внимание. Спасибо, Алина. 40 секунд. 40 секунд. Оцениваете за 40 секунд, когда вот останавливали. Алан, прошу вас. Страсть, уважаемые ариапак и участники. К сожалению, в современном мире каждый человек ищет выгоду лично для себя. А если другой человек, он болен, не образован или же не имеет социальный статус, то для других он безразличен. Философы, они копают намного глубже и знают всю сущность человеческого бытия. И поэтому они знают то, что ни один человек не имеет права покушаться на ценность другого человека. А дети – это цветы жизни. Они не знают реалии данного мира и абсолютно открыты ко всем. В заключение, хотел бы сказать, что слабые времена они рождают хороших и честных людей. А они же создают хорошие времена. А хорошие времена они рождают слабых людей. Всем спасибо. Здорово. На зеленой дорожке можно ошибиться два раза, на желтой один раз, на красной ошибаться нельзя. Но будет возможность ответить при случае одной ошибки на блиц-вопрос. Если отвечаете правильно, вы продолжаете работу. Если неправильно, вы становитесь теоретиком и пропускаете следующий огонь. Ну а теперь переходим непосредственно к состязаниям. Право первым выбрать дорожку предоставляется участнику, заработавшему наибольшее количество баллов. Штепа Ева. 13 баллов. Я выбираю красную дорожку. Красную дорожку. У нас очень смелые девушки. Алан, пожалуйста. Цвет весенней зелени. Зеленая дорожка. Пожалуйста, Алина, вам достается желтая дорожка. И первым право выбрать номер вопроса предоставляется участнику на зеленой дорожке. Пожалуйста, Алан. Номер 6. Вопрос номер 6. Какое кодовое название получила среднедонская наступательная операция, проведенная в период с 16 до 31 декабря 1942 года в ходе контрнаступлений советских войск под Сталинградом силами юго-западного и левого фланга Воронежского фронта? Смею предположить, что это операция Уран. Нет, вы не правы, Алан. Вы переходите с ошибкой. Теоретики прошу. Кучера, София, город Черкесский. Думаю, это была операция Марс. Нет. Пожалуйста, еще. Майорам Кулавшимиль, село Первомайское. Думаю, это наносило название «Малый Сатурн». Совершенно верно. «Малый Сатурн» – кодовое наименование, название этой операции. Уважаемый председатель. Ну, как и положено, ответил правильно наш орден. Орден. Пожалуйста. Малый Сатурн. Выбираю первый вопрос. Вопрос номер один выбирает Алина. Скажите, пожалуйста, Алина, какое здание осталось невосстановленным со времен Сталинградской битвы? Это была мельница в знак того, какие ужасы пережили граждане города. Вы можете дать наименование этой мельницы? Это правильно? Затрудняюсь. Мы принимаем ответ? Принимаем. Давайте примем, потому что это не такой простой вопрос. Пожалуйста, вы переходите без ошибки. Уважаемый председатель. Спасибо. Ну, хочу, чтобы кто-то еще заработал на этом вопросе. Хотя бы медаль. Разрешите, пожалуйста. Пожалуйста, пожалуйста. Пожалуйста. Кто дополнит? Кипкеев, Аминго, Чулкеск. Мельница называлась Грудинина. Грудинина. Мельница Грудинина. По-другому Мельница Гергарта тоже называли. Совершенно верно. Медаль участнику, пожалуйста. Меняем на орден. Я попрошу вас. Седьмой вопрос. Вопрос номер семь. Скажите, пожалуйста, а какая улица была восстановлена первой в Сталинграде? Название улицы первой восстановили. Смею предположить, что это была улица Мира. Улица Мира. Совершенно верно. Вы переходите, Грудинина. Грудинина. Номер четыре. Вопрос номер четыре. Ранним утром 19 ноября 1942 года была подана команда. Сирена, которая ознаменовала мощнейшую артподготовку. 3500 реактивных установок «Катюша», орудий, минометов начали громить оборону немецко-фашистских войск. Один час ввелся огонь на разрушение и 20 минут на подавление. Сокрушительный огонь нанес противнику тяжелый урон и произвел на него устрашающие воздействия. Назовите точное время, когда была подана команда «Сирена». 19 ноября в семь часов утра. В семь часов утра. Мы принимаем ответ. Пожалуйста, Лина. Вопрос номер три. Вопрос номер три. В октябре 1942 года был разработан окончательный вариант плана операции по разгрому немецко-фашистских войск на Волге. Он являлся также главной составной частью общего замысла Ставки высшего главнокомандования по разгрому всего южного крыла немецко-фашистских войск. Какое количество дней отводилось на проведение данной операции? Уран. 18 дней. Это была операция «Уран». Сколько дней? 18 или 8. Какое количество дней? Вопрос был, да, к сожалению, с ошибкой. У нее первая без ошибки была, да? Кто правильно мне ответит? Сколько дней отводилось? Беджиева, Фатима, телопривольная. Три дня. Три дня. Три-четыре дня максимум. Ответ верный. Медаль или орден? Почему медаль? Верный орден. Пожалуйста, орден. Вопрос номер пять. Вопрос номер пять. Успешное наступление советских войск придало атакующим энтузиазм, превосходящий все ожидания. Бойцы понимали, что своими руками вершат историю. В обращении политуправления Сталинградского фронта к войскам говорилось. Что говорилось? Вспомните, пожалуйста, в этом обращении политуправления. Я не уверена, но вполне возможно, что это было высказывание. За Волгой для нас нет земли. К сожалению, нет. К сожалению, нет. Блиц? Давайте, Блиц. Ева, никогда не торопитесь с ответом. Пожалуйста, побежайте. Кто совершил первое кругосветное путешествие? Первое кругосветное путешествие, конечно. Нет, просто переживаю. У вас Кадагама. Нет, к сожалению, Ева. Вы становитесь теоретиком. Магеллан, Фернанд Магеллан. Однозначно, вы это читали. Дальнейших успехов. Вы хорошо работаете. Желаю удачи. Что говорилось в обращении политуправления Сталинградского фронта к войскам? Воронина Вероника, город Черкесск. Не шагу назад? Нет. Ну, к сожалению, Алан, вы не можете ответить. Вы агонист. Нет ответа. Было написано. Пришел долгожданный час, когда мы прольем потоки вражеской крови. Наконец-то мы отомстим за наших жен, детей, матерей. Выбирайте. Номер 8. Вопрос номер 8. Желая избежать напрасного кровопролития, советское командование предложило войскам Паулюса капитулировать. Скажите, пожалуйста, когда Паулюс подписал капитуляцию? Капитуляцию Паулюс подписал 31 января 1943 года. 1943 года. Нет, один день не решает. Ваш ответ принимается, вы переходите. Наш уважаемый председатель говорит, что один день не решает ничего. 30 января. Два правильных ответа орден участнику. Пожалуйста. Второй, пожалуйста. Утром 31 января 1943 года начальник штаба 6-й полевой армии Шмидт принес Паулюсу последнюю радиограмму от командования Вермахта, в которой Гитлер присвоил ему очередное звание генерала фельдмаршала. С каким расчетом он это сделал? Отправить эту телеграмму он написал, что еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в плен, намекая ему, что в крайнем случае он должен застрелиться и не даваться в плен. Два правильных ответа орден. И у нас есть победитель агона. Алан хорошо работал на огоне, в вагоне, заработал орден. Дальнейших успехов. Вы теоретик пока. Переходим в эпилог. У нас один вопрос не использован в агоне. Вопрос номер 9. И вы сможете заработать орден или медали. Скажите, пожалуйста, как называлась операция по расчленению и уничтожению окруженной группировки фашистских войск? Кузнецова, Мирослава, гимназия 4, города Ужжигуты. Операция «Зимняя гроза»? Нет. Капышева Алина, город Ужжигута. Операция называлась «Кольцо». Совершенно верно. Операция называлась «Кольцо». Орден участницы. На этом все вопросы огона исчерпаны. Уважаемый председатель, к вам слово. По итогам, да, здесь мы имеем победителя. И по итогам состязания на дорожках победителем пятого огона признана глава Алина Башировна. Остальным удачи дальше. Спасибо. На этом, уважаемые телезрители, пятый огон полуфинальных состязаний объявляю завершенным. АПЛОДИСМЕНТЫ